привет всем хоть на улице у меня и солнышко но очень новогоднее настроение и хочется готовиться заранее к этому всему делу и сегодня мы с вами порисуем вот такие вот открыточки тоже такая нейтральная тема да не важно какой год грядет можно использовать это на любой новый год и в течение года тренироваться 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 нарисовать 150 штук и всем раздарить потом у художников вообще нет проблем какой подарок дарить потому что всегда можно что-то нарисовать и это будет вау вау эффект так вот возьмем мы такую картинку все наши любимые цвета из предыдущей палитры начнем с того что подготовим карандашный рисунок нам понадобится бумага небольшого формата я использую арш стопроцентный хлопок мягкий тоненький карандаш стерка мягкая клячка кисточки средняя большая маленькая и одна широкая кисть для того чтобы увлажнять лист бумаги наш волшебный порошок соль палитра салфетки краски вроде все перечислила лист мы крепим скотчем бумажным чтобы было легко отклеивать меня твой дзынь сбила итак начинаем где-то очень легко где-то три пальчика отмечаем где у нас будет сугроб сугроб у нас такой неправильной формы он где-то проваливается где-то опять уходит наверх и посредине этого сугроба у нас стоит прекрасная свечка такая вот толстенькая хорошая красивая свечка с немножечко вот сюда вот закругленными концами то есть ее только только зажгли она еще совсем почти новая если у вас проблема что с тем если у вас проблема с тем чтобы нарисовать вот эту фигуру симметрично построите себе оси метре то есть нарисуйте ровную линию внутри и тогда вашему глазу будет легко распознать симметричной стороны или нет можно еще линию построения провести вот здесь вот да на наших уголку уголочках здесь у нас будет пламя такой вот классической формы пламя можно внутри еще повторить эту форму и в снегу в этом сугробе у нас еще лежат елочные игрушки все очень просто это вот такие вот шарики с креплениями этот почему-то висит на давайте тоже его положим делайте их разного размера тогда будет интереснее всегда глазу интересно рассматривать разные формы нежели одинаковые какой-то шарик может лежать не за сугробом а на сугробе и маленький ну пускай будет здесь что мы будем повторяться вы тоже можете не повторяться когда рисуете каждую открыточку рисовать по-разному будет крепление дальше у нас здесь еще есть ниточка с такой гирляндой либо как это называется бус бусы бусы бусами бусы повесим встанем хоровод весело весело встретим новый год так вот так пускай будет так и здесь на этой ниточки нанизываем наши красивые красные бусинки старайтесь сделать так чтобы они не упирались в какие-то соседние объекты примерно на равном расстоянии ну плюс-минус рисуйте их вот так что у нас здесь еще шишка можно шишку рисовать можно не рисовать давайте сегодня без шишки потому что на шишке здесь маскировочная жидкость мы ее сегодня использовать не будем хотя можете потом все-таки нарисовать шишку и допустим белой куаши сделать эти этот белый снег на ней и вот здесь вот вот здесь вот будет елочка и елочку я намечать не буду потому что я буду ее делать сразу кисточкой сейчас мы стираем лишние линии где у нас лишние линии у нас вот внутри игрушки лишние линии лишние линии как я пыталась ровно нарисовать этот шар лишние линии ну в принципе все вот и очень важно именно в этой работе хорошенько проклячить то есть у нас желтая на желтом и очень много светлых мест и если будет просвечиваться карандаш будет некрасиво поэтому клячем клячем хорошенько так чтоб еле-еле было видно где она там у вас заходится окей проклячили на этом подготовительный этап у нас завершён ничего сложного нету все очень легко и прекрасно и сейчас мы будем готовить цвета эти цвета мы уже использовали эти такие классические цвета для новогодней открытки для новогодних рисунков вот у меня тут желтый я его просто разбавляю добавляю еще можно использовать два желтых желтый холодный желтый теплый на вот сюда вот я в оранжевинку добавлю желтого у меня получится такой более теплый желтый для того чтобы сделать богаче свечение пламени свечи теплый красный теплый теплый холодный теплый красный и красный холодный я уже рассказывала что такое теплый да это вот вы смотрите на красный его в нем видна желтизна он ближе к оранжевому этот красный у нас будет теплее чем красный с розовинкой до рубиновый карминовый краплак красный более холодного оттенка в нем как бы условно больше синевы да если в него еще больше с него синевы добавить получится сиреневый фиолетовые фиолетово-розовые и в конце концов совсем синий это нам для игрушечек два голубых опять-таки теплый холодный для того чтобы такой объем красивый фоне создать я беру ярко-голубую и и либо ультрамарин либо лакси не можно индонтриновые какая у вас есть красочка которая потеплее тепло-холодность вообще штука относительная она этот цвет теплее относительно этого но если я рядом какой-то другой более фиолетовый замешаю то у нас тепло-холодность цветов изменится все обещаю вам снять видео про цветоведение давайте так если наберется 100 лайков под видео снимаем видео про цветоведение дальше и здесь у нас еще зеленый точно так же зеленый теплый же зеленый холодный так как я его буду использовать самом конце то в конце я его и намешаю потому что зеленый у нас смешивается из основных цветов да тоже тоже задачка из цветоведения после того как вы приготовили ваши цвета обязательно меняйте воду потому что мы будем увлажнять наш листик и водичка должна быть чистая начались будет цвета воды из банки нам это совершенно не нужно и сейчас мы разобьем с вами в голове в уме наше рисование на шаги на такие алгоритмы что мы будем делать первое мы будем делать первым фон его можно сделать по отдельности вверх и низ можно сделать все вместе вверх и низ вместе как вы хотите при этом нужно будет мочить все кроме свечи и красных объектов я думаю что здесь я использовала маскирующую жидкость но так как она не у всех есть то эти круглешочки нужно будет обходить конечно они очень маленькие лучше использовать маскировочную жидкость но с ними порисуем в другой раз потом когда у нас фон будет еще сырым мы будем его посыпать солью гулять пить чай разговаривать с мамочкой с сыночком с бабушкой с любыми вашими родными людьми примерно минут 10 пока соль сработает и возвращаться просушивать лист рисовать свечку шарики и елочку все по отдельности поэтапно приступим я беру широкую кисточку которая называется флейт если у вас нету такой плоской и мягкой кисточки у меня синтетическая бывает из разных материалов из козочек из белочек и далее то берите самую широкую какая у вас есть это просто вам сэкономит время и увлажняю все кроме шариков и свечи и вверх и низ одновременно вместе с пламенем вообще в голове у каждого художника возникает свой алгоритм действий всегда что он зачем будет делать и нету прям вот правильного или неправильного просто будет разный немножко результат ну этим мы отличаемся да наши работы отличаются именно тем что они немножечко разные потому что все мы по-разному думаем я вам диктую так как я это вижу вы можете создать свой алгоритм и попробовать ему следовать потому что нам важно прийти к самостоятельному рисованию да они рисованию под диктовку под диктовку мы рисуем до поры до времени пока вы не научитесь создавать свои собственные алгоритмы действий и рисовать самостоятельно но это произойдет очень быстро если вы будете чаще практиковаться мочим лист прошу прощения за голос что-то он у меня подсел мочим листик обходим нашу гирлянду наши елочные шары смотрите под лист под лист смотрите на лист под разными углами для того чтобы видеть что у вас здесь происходит и так как вам нужно будет солить делать эффект вот этот снежный я рекомендую хорошенько лист прогладить несколько раз чтобы он прям впитал воду но чтобы не было на нем луж иначе соль будет долго работать а еще если будет большая лужа то соль может просто в ней раствориться и не сработать вот такой нюанс есть поэтому водичка нужно но в умеренных количествах и начинаем мы с какого цвета желтого молодец даже оператор помнит что если мы видим желтый то начинаем с желтого и и нашими любимыми точечками почему я делаю точечками потому что мне нравится когда краска всплывается стекается и у нее есть воздух между мазочками есть вот это вот свечение листа делаем такой ореол вокруг пламени можете можете использовать достаточно насыщенные насыщенную красочку да больше пигмента меньше воды потому что это открытка и она должна быть яркая она должна создавать настроение и вот сюда вот вниз да я подсвечиваю сугроб потому что у нас сугроб по умолчанию белый но белого цвета мы никогда не рисуем мы всегда знаем что он рефлексирует и отражает все что есть вокруг соответственно он будет отражать и красные шары и синий синий воздух вокруг будет все отражать желтый нам еще понадобится мы его вольем внутрь свечек и внутрь шариков но сейчас берем теплый желтый для того чтобы сделать это свечение более волшебным и идем по периметру по краю нашего вот этого вот круга также сюда то есть если отражение есть то любое в воде не важно белый снег то это отражение будет повторять то что мы имеем наверху дальше моем кисточку хорошенько потому что есть опасность смешения зеленого ну не бойтесь конечно что это испортит вашу картину но все-таки и берем ярко-голубой тоже он у меня очень насыщенный то есть очень пигментированный замес для того чтобы именно было это новогодняя яркость ощущение праздника вокруг свечки можно контур кисточкой прорисовать для того чтобы создать ровный контур и идем вниз точно так же здесь и теплый синий в самые углы для того чтобы создать такую атмосферу ночи новогодней даже да нам будет ярче казаться наше свечение если рядом будут более темные цвета конечно там черный мы использовать не будем но такой концентрированный синий вполне нам сойдет для того чтобы на контрасте увидеть как круто светится свеча как она классно светится сейчас я немножечко вот здесь вот практически сухой кисточкой ровно обойду шарики и у меня здесь будет елка поэтому сильного пигмента я сюда не даю прозрачно просто чтобы было аккуратно чтобы потом если где-то мне нужно оставить будет пространство чтобы там не было дыр белых дыр белого листа я его аккуратненько закрашиваю практически водой вот прекрасно и вот здесь пока здесь сыро мне нужно сделать рефлексы от шаров то есть шары тоже рефлексируют и будет отражаться красный краснота да красный оттенок этого этих шаров на снегу и поэтому именно сейчас я его сюда и закладываю на этом работа с фоном завершена осталось только посолить и придумать с кем вы пойдете болтать надеюсь вы помните из прошлых видео как мы солим нам нужно чтобы каждая солинка лежала отдельно поэтому большой горстью мы не солим мы поднимаем руку как можно выше чтобы они рассыпались если у вас соль крупная вы можете ее в руках переминать ну измельчать чтобы они сыпались уже более мелкие но на самом деле крупные солинки будут очень красивыми снежинками да вот посмотрите как она сейчас распределилась равномерно да засыпалась все пространство солим как яичницу то есть главное не пересолить но недосол тоже нехорошо и идем пить чай и разговаривать с мамочкой с папочкой с подружкой с кем вы там хотите отличное отличный повод позвонить друзьям я всегда за общение и за дружбу сушить феном сейчас не нужно потому что соль не успеет сработать для того чтобы ей сработать ей нужно минут десять после того когда вы увидите вот такие вот красивые красивые белые всплески света тогда уже вы можете просушить лист полностью ну собственно на этом моменте мы с вами снова и увидимся ну вот мы с вами напились чайку вернулись а у нас здесь такая красота невероятная посмотрите это просто какая-то снежная буря очень мне нравится очень здорово получилось такое свечение зеленое но оно по-моему какого-то волшебства придает меня все устраивает теперь нам нужно просушить лист для того чтобы приступить к следующему этапу сушим лист феном до полного высыхания и когда он разровняется это значит что он полностью высох это 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 что это помним что вы должны сушить лист по всей праве поверхности нельзя дуть куда-то в одно место нужно его просушивать равномерно и сушите на маленькой либо средней скорости можно теплым либо холодным воздухом это неважно когда вы сушите на большой скорости сильным горячим потоком воздуха лист не разравнивается а наоборот застывает в этой деформированной форме и для того чтобы он вот так вот ровно растянулся вам нужно набраться терпения и сушить постепенно все равномерно на маленькой скорости теперь когда лист сухой вы можете убрать излишки соли для того чтобы ваша кисточка не спотыкалась об них но мы к фону уже возвращаться не будем где-то на наших шарах красных может вам помешать соль в принципе на новогодних картинках ее можно оставлять она как кристаллики такого льда тоже может сыграть вам на руку до дополнительным спецэффектом быть и так что же мы делаем дальше ну давайте сделаем огонек пламени теплым желтым и уже сюда возвращаться не будем у нас здесь наверху уже все готово плотной красочкой да вот кстати обратите внимание на то как цвета меняются когда вы сушите ваш лист и для того чтобы открытка была яркая не бойтесь брать очень концентрированные цвета всегда я говорю что в акварели нужно рисовать прозрачно но это иллюстрация это открытка и она должна быть яркая теперь я увлажню намочу всю свечку и вот здесь вот тоже есть такой бличок можно его обойти но можно в принципе обойтись и без него как хотите вот здесь вот вот такую вот чтобы подчеркнуть форму я оставляю сухое место увлажняю уже не флейцем а маленькой кисточкой сейчас я взяла много воды и поэтому лишнюю я буду скорее всего промакивать но либо буду стараться распределить всю эту воду равномерно по по всей свечки и обходим наши шарики принципе так как у нас здесь будет елка можно не доходить до низу вообще и я возьму уже только теплый желтый чтоб такой вот просто создать рефлекс объем на самой свечки чтобы она смотрелась объемней дальше теплый красный да вы вы уже чувствуете этот ритм чувствуете как мы быстро с вами рисуем без лишних слов как я долго к этому шла потому что мне всегда хочется вам рассказать как можно больше смотрите как я укладываю краску по форме до немножечко как бы полосочки эти подворачиваю беру плотный красные самые темные которые у нас тут есть и прохожусь по контуру да в первых видео вы меня ругали что я много болтаю но согласитесь я болтаю всегда по делу я рассказываю про акварелью не про котиков не про собачек не про барселона в которой я живу мне всегда очень хочется много вам рассказать про магию акварельную поэтому я так много говорю здесь книзу я тоже очень прозрачно продолжу распределять цвет потому что у меня здесь будет елка и мне не нужно плотности здесь но и белого голого листа мне тоже не надо поэтому я вы мало кисточку и практически сухой кисточкой распределяю тот цвет который у меня есть вот здесь вокруг и мне нравится что блик такой получился неровный он меня вполне устраивает по моему очень замечательный дальше сейчас я могу либо начать сушить либо нарисовать то что у меня уже на сухом для того чтобы сэкономить время и я буду мочить шарики тоже оставляя на них белый плечок если вы не знаете где его оставлять наметьте его себе карандашиком ну вот как бы свечка будет вот тут вот наверху давать плечок и поэтому здесь можно оставить такую вот белую белый кружочек уже русский язык забыла такую вот белый кружочек но вы меня поняли и мы делаем все то же самое что со свечкой закладываем свечение нашей свечки несмотря на то что шарик у нас красный но он рефлексирует он отражает все что есть у нас снаружи если вы возьмете кисточку поменьше вам будет легче потому что на ней будет меньше краски и вам будет легче создать форму прорисовываем кончиком кисточки форму нашего шарика можно зайти на желтенькая потому что она нам нужно только для свечения да здесь сейчас есть есть опасность то что она сольется но ничего я все равно аккуратненько попробую этого сделать то есть вы должны просчитывать шаги заранее да у меня тут не сильно мокро было я глазом вижу что я могу коснуться но у вас может растечься то есть обратите на это внимание здесь сухо поэтому здесь все легко смотрите я этот шарик намочила последним и вот пока я до него дошла он уже высох то есть мне хочется эффекта такого более расплывчатого поэтому я его подмачиваю еще водичкой и вот эти маленькие гирлянды они такие маленькие что там рефлекса практически нету вы можете брать сразу красный и оставлять просто маленький блячок вот так вот котик покажи ты показываешь все показываешь это все не показывай показывает только акварель на прорисовку маленьких деталей у вас может уйти больше времени потому что рука если еще не поставлено то это трудно но нет ничего невозможного тренируйтесь и на 10 открытки уже сделайте это просто молниеносно и вот у нас еще подзабытый маленький шарик я его увлажню прям желтым и волью туда красного вот такая красота теперь нам нужно посушить еще есть одни несколько шариков но они на мокром поэтому я пока их не прорисовала сушим это был второй этап да и нам осталось нарисовать нашу елочку и тут я говорила что мы смешаем желтый и голубой и у нас получится прекрасный зеленый единственное что мне хочется чтобы это было немножко погуще вот такой вот и мы елку с вами не намечали мы ее можем делать сразу кисточкой то есть верхняя лапка елки такая вот узенькая и дальше она идет на расширение и обходим с вами наши шарики и елка она у нас заканчивается как баналь разложена за сугробом да такая декоративная композиция за сугробом у нас это елочка лежит поэтому в разном направлении не все вертикально торчат в одном и том же направлении а в разном направлении лежат эти веточки под разным углом и опять таки не делайте одинаковые грабли то есть не нужно делать я сейчас вот здесь покажу ровную палочку и вправо влево вправо влево вправо влево да такую вот одинаковую структуру нет делайте более естественные мазочки более непринужденные потому что в природе нет ничего одинакового и все веточки еще и накладываются друг на друга поэтому старайтесь сделать такую вот разницу в этих мазках для того чтобы это выглядело как можно более натурально несмотря на то что это у нас все декоративно да что такое декоративно стилизовано до натуральности до гипер реализма тут далеко но все же определенные правила они существуют и ему я вот с вами делюсь как это сделать интересней вот здесь вот очень красиво можно поднять веточку выше вот сюда вот тоже чтобы не было одинаковости я вам всегда говорю что делаете такую разницу темнее светлее теплее холоднее выше ниже для того чтобы глазу было интересно рассматривать то что у вас происходит на листе чтобы глазу было за что зацепиться да посмотрите я оставляю какие то дырочки то есть они могут вам показаться неряшливыми и новичку всегда хочется сделать все идеально и закрасить все супер ровно но вот эти вот дырочки они создают ощущение того что там веточки натуральные они искусственные и вот этот вот первый слой он достаточно светлый теперь вы можете взять зеленый потемнее поплотнее для того чтобы нарисовать веточки потемнее сейчас я просушу чтобы у меня не расплылось быстренько и продолжим рисовать для того чтобы создать определенную глубину и объем мы еще добавляем иголочек более темных на переднем плане можно и на заднем нам нужен дополнительный объем таким вот образом видите структура она такая вправо влево но мазки достаточно случайные то есть они не хаотичные но они и не под линейку очень важно такой баланс соблюсти и вот вокруг наших шаров да чтоб они тоже выглядели поярче я прям уплотняю хорошенечко и прорисовываю контур да вот смотрите благодаря вот этому темному как шарики у нас на передний план сразу вылазят буквально нам остается у нас совсем чуть-чуть парочку маленьких шариков на гирлянде которые мы тогда не прорисовали потому что у нас еще была мокрая бумага мы сейчас можем сделать оставляя облички вот и темным цветом индиго концентрированным маленькой кисточкой делаем окончательные детальки то есть это наша вот это вот ниточка на которой как она там у нас шла вот так да вот сюда вот сюда я ее уже потеряла вот сюда и вот сюда и держатели наших елочных украшений где здесь был здесь был сбоку пускай будет наверху там уже не видно и мне хочется сюда вот вот такая вот крутейшая открытка у нас получилось можете даже немножечко уменьшить формат сделать ее на а 5 а еще более маленьким на маленьком формате для того чтобы она имела более такой открыточный мимимишный маленький вид и подписывать и дарить вместе с подарочками всем своим друзьям и знакомым вот такая красота мне очень нравится надеюсь что вам тоже понравилось смотрите предыдущие видео мы там рисовали снегирей тоже использовали соль и если я что-то тут не договорила я там обязательно рассказала и наоборот задавайте свои вопросы если вам будет непонятно что-то пишите комментарии ставьте обязательно лайки я работаю за лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видео и до новых встреч пока